В понедельник он присутствовал у нас на фракции и поддержал несколько наших инициатив, одна из которых выдана нашей фракцией, это отмена всех категорий земельных участков и максимальное упрощение перевода и изменения категории земельных участков для жилищного строительства. Сегодня правительство делает большие шаги и действительно может быть правильное решение создания нового министерства, назначение туда человека с региона, который знает проблематику, умеет работать. Но наша фракция считает, что это в любом случае пока еще полумеры. Мы считаем, что те меры, которые предпринимает правительство и губернаторы, они недостаточны. Всего в понедельник на фракции министр заявил, что в ближайшее время предполагается переход от всевозможных разрешений, переводов, изменения категории земельных участков для жилищного строительства и создания единого по всей территории Российской Федерации генерального плана развития государства, города, муниципального района, поселения и так далее. Но я хочу вам напомнить, что Городостроительный кодекс был принят в 2001 году, и там было прописано, что до 2007 года все генеральные планы всех населенных пунктов Российской Федерации должны быть разработаны. Сегодня на дворе 2014 год, примерно 70% генеральных планов либо не разработаны вообще, либо отменены. Поэтому такая затяжка в принятии генеральных планов дает мощнейшее поле для коррупции. Именно об этом мы сегодня будем говорить, что создание всеразличных фондов развития жилищного строительства, поддержки инновационных направлений, компаний, создание новых министерств и ведомств не дает результата, пока не будет наведен порядок в нормальной системе взаимодействия между муниципалитетами, регионами и бизнесом. Здесь ключевая роль отводится, конечно, правительству, президенту и парламенту. К сожалению, парламент, наши коллеги по парламенту нас не слышат. Мы уже давно говорили о том, что нужно сокращать количество муниципальных образований, сокращать количество чиновников. Вот я, как советник губернатора Московской области, регулярно выезжаю по Московской области и смотрю, как происходит ситуация в Московской области, а это сегодня лидер по количеству квадратных метров жилищного строительства. В Московской области сейчас около 300 муниципалитетов. Для того, чтобы согласовать любое разрешение на строительство, нужно пройти несколько сотен разного рода согласований. В понедельник нам министр сказал, что до его прихода количество согласований было 221 согласования для разрешения на строительство. Большими усилиями им удалось сократить это в два раза, до 100 согласований. Мы знаем, что в Европе это не превышает 10. То есть сегодня у нас по-прежнему в 10 раз более забюрократично вопрос, связанный с разрешениями на строительство, на жилищное строительство в первую очередь. Опять же такой простой пример, когда сегодня в Московской области и в других регионах слишком огромное количество разного рода чиновников, связанное именно с муниципальным подразделением. Есть глава региона губернатор, есть глава муниципального района, есть глава поселения. И еще добавили среднюю часть руководитель администрации. Сегодня в соответствии с 131 федеральным законом полномочия между муниципалитетом, сельским поселением и регионом может быть передана путем голосования в соответствующем уровне парламента. В сельском поселении, в муниципальном или в региональном. Сегодня я, как депутат Государственной Думы, как советник губернатора, иногда месяц не могу разобраться в Московской области, у кого эти полномочия. Получается 3-4, иногда до 6 чиновников, выполняющих одну и ту же функцию. И все это ложится огромным бременем, в том числе и коррупционным, на наших предпринимателей, которые пытаются создать какие-то условия для развития жилищного строительства. Поэтому вот эти вопросы мы сегодня будем задавать нашему министру, будем объяснять ему, что не только прекрасные программы, которые они разработали по субсидированию строительства инфраструктурных проектов, электричества, газ, дороги, это, конечно, безусловно, все нужно делать. Но самая основная беда и проблема – это огромное количество чиновников, которые своей деятельностью максимально забюрокрачивают этот процесс. И выдача разрешения на строительство занимает несколько лет, а должно занимать не более полугода. Можно вопросы? Вы очень грамотно ставите вопросы, но вы понимаете, что это не поление менее решается, потому что в комитет ходит Чибис, а он как раз занимается тем, что вы говорите. Вы знаете, любой министр является членом правительства, и на правительстве любой министр, отвечающий за свою тематику, может стоять вопросы смежные. И на фракции господин министр нам это подтвердил. Он поддержал нашу позицию и сказал, что от своего лица, от лица министерства будет общаться с другими министрами и вносить в Государственную Думу те законопроекты, которые облегчают жизнь нашим строительным организациям. Потому что сегодня действительно проблематика не только в деньгах и не только в коммуникациях, а скорее в муниципальном образовании, скорее вот в этой связке между сельским поселением, городским округом и губернатором. Здесь самая большая проблема. Слишком сложный механизм изменения вида, разрешенного использования, категории и так далее. Здесь в этом главная проблема, потому что у нас не развивается массовое жилищное строительство.